Слушайте, возможно, я прям выложу это видео, потому что мне нравится мое состояние, и да, если вы увидите, это большая победа для меня. Я говорю на тему спешки, на тему того, что мне надо прямо сейчас и никогда позже, на тему того, что давайте мне сразу, там, мне нет того-то, того-то, давайте мне сразу самое лучшее, что есть, без этого я несчастлива и так далее, и знаете что? Мечтать неплохо, и те мечты, которые у вас есть, на миллионы рублей, на миллионы долларов, если у вас есть дальше, то еще круче, и они не тупые, они не ценны, они очень ценны для вас, и они имеют смысл, и они обязательно будут, вы их сбудете, да, сбудется желание, ну вы их создадите, оно обязательно будет в вашей жизни, вообще ни в коем случае не обесцениваю, да, какие-то там желания, оно будет, и это очень круто, что вы понимаете, что вы хотите. Это очень важно, потому что если вы не понимаете, чего вы хотите, у вас не будет роста, потому что, ну, вам и так все нормально, и вам не к чему стремиться, и очень важно, на каком бы вы этапе развития не находились, очень важно понимать, к чему вы стремитесь, что дальше, что вы хотите купить, что вы хотите изучить, что ещё у вас не так, грубо говоря, что нужно изменить, над чем нужно поработать и вас тоже, потому что мы все люди, мы все учимся, какие-то навыки и так далее, куча просто, знаете, откроете интернет и куча видео, куча лекций, просто капец, сколько всего нужно в себе менять и сколько всего с нами не так. Это процесс бесконечный, это именно процесс, это не результат, это процесс длиной в жизнь, и он никогда не закончится. И хотела сказать насчёт того, что мы очень часто стремимся получить что-то, обесценивая то, что у нас есть. Например, вы захотели, что с этого дня вы ездите только на бизнес-такси, но до этого уровня, ой, до этого момента вы ездили на метро и очень редко на такси. А сейчас вы говорите, что я буду ездить либо на бизнес-такси, либо вообще не буду ездить, да, перемещаться. И получается так, что вы ходите, блядь, пешком, да, потому что у вас не хватает ёмкости на то, чтобы иметь бизнес-такси, да, заказывать и пользоваться им постоянно. Ну, вы можете, как бы, если у вас привычно, просто выше, да, уровня брать и применять это как бы на себя. И вы, получается, в такую немного детскую, инфантильную позицию становитесь, я не буду ездить, это всё как там вообще в общественном транспорте. Вот сейчас я король, всё, я с этого дня больше езжу. Вот так и никак иначе. И вот это самое глупое, что мы можем делать. Я вас не оскорбляю, я сама такая. Я сама постоянно наступаю на эти грабли, когда я хочу всего и сразу. Но это невозможно. Не может человек научиться ходить за один день. Представьте то, то есть процесс, пока человек учится, ходит, то есть это, я сейчас не говорю, не знаю, у меня ещё нет ребёнка, но несколько месяцев, больше полугода точно, да, когда ребёнок вообще новорожденный, что-то ползает и что-то так далее, и только потом он начинает ходить. И вспоминайте всегда этот пример, когда вы чего-то хотите. Могу другой пример привести, например, вы хотите пробежать дистанцию 10 километров, да, и вы можете, конечно, пробежать, да, если вы как-то за спортом более-менее в хороших отношениях, вы можете пробежать дистанцию 10 километров, но вам будет очень хуёво на следующий день. То есть у вас будут очень сильно болеть мышцы и так далее, и так далее, и это сильная была нагрузка, да. И вы падаете в минус. Задача в том, чтобы не падать в минус. Задача в том, чтобы расти поэтапно, по шагам, так как в школе, да, проходит тема за темой, да, класс за класс, вы из первого не можете перейти сразу в одиннадцатый класс. Вы сначала идёте в первый, потом во второй, потом в третий и так далее, и так далее. И вы не можете резко пробежать 10 километров. Вы можете, да, но будут последствия. Какие последствия? На следующий день у вас будут, и, наверное, пару дней у вас будут болеть всё тело, ноги и так далее. Вы можете себя похвалить, как бы сказать, ой, ты такой молодец. На самом деле у вас внутри будет не очень хорошо, и это не очень хорошая как бы нагрузка на организм вот так с нихуя делать так. Как будет правильнее, не знаю, честно говоря, очень в теме бега, но предполагаю пробежать, если вы до этого не бегали, например, пробежать один километр, да, всё окей. Если вы его легко переносите, добавляем два и так далее, и так далее. Если там что-то посложнее, мы делим и бежим километр пять, да, например, или меньше. Или мы бежим минуту, потом идём минуту, да. Не нужно себя травмировать, это нагрузка, нагрузка на тело. То же самое с деньгами, то же самое с тем, что у нас происходит в жизни. То есть, например, вы живёте в каком-нибудь, в какой-нибудь провинции, и вы хотите резко, блядь, в Москва-сити, да. То есть, у вас там, вы сейчас снимаете квартиру за 15 тысяч рублей, и вы резко хотите, блядь, жить в квартире за 300 тысяч рублей. Получится у вас? Нет. Не получится. Не надо. Это то же самое будет, если вы никогда не занимались спортом, и вы берёте и поднимаете, да, даже 50 килограмм, да, даже 100 килограмм, да. А вы никогда не понимали столько, что происходит, вы там срываете себе спину и так далее, и так далее. И то же самое, абсолютно то же самое происходит с деньгами. Абсолютно то же самое, если у вас происходит резкий скачок, да, или вы резко уже ставите себе намерение, что вы больше никогда не ездите на общественном транспорте, или вы больше никогда не живёте в квартире меньше стоимости, чем за, там, энное количество денег, или вы больше никогда не пользуетесь там тем-то, тем-то, всё, вы деградируете. Почему вы деградируете? Потому что вы, как бы, ушли в категоричность, и вы такие, нет, я больше никогда не буду. И всё. И потом что-то случается, и вас припирает к ситуации, что вы вынуждены, да, там, уехать обратно, или вы вынуждены жить в такой-то квартире, или вы вынуждены, да, поехать в метро. И очень, ну, короче, или какие-то такие ситуации, и всё направляет ваше внимание на то, чтобы вы посмотрели и убедились, и всё ли точно так, да, тебе как, нормально с этим живётся или не очень. И как нужно, плавно, по шагам делайте, делайте и благодарите. Финансовая ёмкость, как она возрастает, да, расширяется потихоньку, потихоньку. Так же, как ребёнок учится ходить. Он делает шаг, но не получилось, он сел, да, и так далее, и так далее. И он в итоге ходит, понимаете? Но не может он ходить просто вот так прям из живота. Пошёл, блядь, ну, встал и пошёл. Не может, понимаете? И вы так же не можете. Вы не можете из капитала 0 рублей иметь капитал 5 миллионов рублей. Вы не можете. У вас будет потом такой сильнейший откат. Вы думаете, что, типа, о, вау. На самом деле это очень сильно возместится вам. И вы, блядь, будете ещё в худшем настроении, чем начинали, да, всё это. Или из капитала миллион рублей вы не можете иметь капитал 100 миллионов рублей, понимаете? Ну, и так далее, и так далее. Важен процесс. То есть, нет, вы можете как бы иметь, но либо это как-то возместится, то есть возьмётся здоровье, или что-то с кем-то случится с вашими близкими, либо что-то случится с этими деньгами, их украдут и так далее, либо у вас поедет психика. Поэтому не надо стремиться, что вот так и никак больше, что вот либо вот так и всё. Больше в этого я ещё метро никогда не сяду, больше никогда не зайду в этот магазин, такой дешёвый магазин, да, и так далее. Я, ну, то есть, я ваше желание ни в коем случае не обесцениваю, я их поддерживаю, потому что я тоже чего много хочу, и я делаю, да, определённые вещи на пути к этому, и повышаю там уровень нормы свой, и понимаю, что я хочу, смотрю, то есть я не то, чтобы там всё вот это и всё больше ни в коем случае больше нельзя, это дорого, нет, ни в коем случае, и я поддерживаю, но это важно очень делать всё корректно, это важно очень делать всё поэтапно. Как поэтапно? Мы благодарим за то, что мы имеем сейчас, за то, что у нас вообще есть деньги на метро, и что мы можем ездить, ну, рассказываем на примере метро, да, за то, что у нас вообще есть деньги на метро, мы можем ездить вообще, блядь, передвигаться, и мы вообще живём в городе, в котором есть метро, и это уже, да, потрясающе. И далее, как только у нас появляется возможность, да, поехать на такси, мы используем её, да, сначала мы там используем, например, ездим каждую десятую поездку, потом каждую, там, восьмую поездку, потом каждую пятую поездку, да, то есть мы не перескакиваем, всё, я больше, блядь, никогда не сяду в этот общественный транспорт, буду только на такси ездить. У вас что-нибудь случится, либо что-то где-то пойдёт по пизде, для того, чтобы вы увидели это, что у вас очень глупое убеждение. Я не про то, что надо сейчас, вы ездите на такси, да, на таком уровне жизни, о хорошем находитесь, и вам резко, блядь, надо в метро. Нет, да, я не про это, я про то, что очень важно быть благодарным за то, что ты имеешь уже, оно уже у тебя есть, и у тебя уже есть возможность этим пользоваться. И далее спокойно, то есть вы даже не заметите, как это произойдёт, но вы уже не ездите на метро, просто у вас есть финансы, и вам так удобно, и вообще, как бы, вопроса там у метро, да, не идёт, да. Как бы, если вдруг вам нужно будет, вы там быстро сядете и поедете, да. но у вас не будет фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу то он быстро результатов не добьётся, и он идёт, да, он выстраивает себе план и идёт. Хочу сказать на примере, на одном из примеров в моей жизни, как работает вот эта тема с тем, что ты не спешишь чего-то там и не гнобишь себя за что-то. Объясню вообще сейчас, к чему я записываю это видео. Мне очень нравится она девушка, в плане как человек, да, она очень красивая, просто потрясающая. И я, кстати, наверное, довольно часто делаю комплименты, и я написала ей, просто не знаю, мне хочется, я пишу всем комплименты в Инстаграме, и я написала ей в Инстаграме о том, что она там красивая и так далее. И у неё она очень красивая, просто невероятно просто. И у неё, ну, она там фоткалась, там шестой, по-моему, айфон или седьмой. И вот к этому я записываю это видео, потому что у человека, ну, я, по-моему, это не её основной, там, по-моему, у неё ещё есть телефон. Ну, вообще неважно, представьте сейчас, вот эта пошла тенденция, да, навсегда была, на айфоны, да, и что если ты, ну, тут вопрос, да, кто как воспринимает, и что если там у тебя не такой-то айфон, значит, ты там не крутой и всё такое. На самом деле вопрос, куда ты направляешь своё внимание. Я вас не заставляю ходить с старым моделем телефона ни в коем случае, да, но очень важно относиться с благодарностью к тому, что у тебя есть, и относиться к этому без презрения, не видеть говно во всём окружающем мире. И просто это у тебя есть, и вообще как классно, что у тебя есть телефон. И, то есть, не нужно сравнивать, там, себя с кем-то, да, потому что все на разных уровнях находятся, с разной скоростью двигаются. Сравнивать нужно себя с собой в прошлом. И нужно убирать, да, фокусы, которые расстрачивают ту энергию, фокусы на ненужные вещи. Рассказываю про телефон. У меня телефон, на который я сейчас снимаю, мне подарили, и это было очень неожиданно. В общем, я купила себе телефон, айфон первый, и не первый, у меня первый, я имею в виду. И, в общем, всё было с ним нормально. То есть, всё было хорошо, тут случается карантин, и я понимаю, что у меня зарплата складывается, мне некуда её тратить, и что вот-вот я могу купить себе новый телефон. О, как раз там вышел какой-то там айфон, и одиннадцатый, и я могу купить. Типа, почему бы и нет, да? И я как-то так посмотрела, посмотрела, а мне вообще нравится десятый, мне очень нравится десятый айфон. И я вышел одиннадцатый языком. Ну, короче, посмотрела-посмотрела, блин, подумала, блин, да, было бы классно. И тут там мой знакомый покупает айфон одиннадцатый, покупает, там, ну, купила эти пару месяцев и покупает. Я думаю, блин, как классно. Без дависти, ну, то есть, я очень радовалась, ну, человек исполнил свою мечту, да, хотела айфон, накопил. Там, блин, очень круто, типа, класс. И я такая думаю, да похуй, типа, похожу со своим, типа, что он нормально работает, телефон, хороший телефон, чего мне покупать. И это было не про, не знаете, не про тех людей, которые складывают деньги, да, то есть, которые не умеют тратить деньги или боятся и складывают, чтобы, да, у них на чёрный день. Или, в принципе, складывают деньги и не умеют тратить, да, по типу Стив Джобса, наверное, он не умел тратить деньги. Ну, это очень важно, да, повышать уровень комфорта, комфорта, комфортно, мне комфортно, уровень комфорта повышать с размером со своим доходом. В общем, и я такая подумала, да мне нормально, мне нормально, я там придумала, по-моему, я не придумала тогда, короче, у меня вообще было похуй. Я подумала, я думаю, да не, у меня шикарный телефон, мне не нужен новый, типа, не хочу покупать. И всё. И тут мне дарят, мне дарят айфон. Это первый подаренный айфон в моей жизни и не последний. И почему это произошло? Это произошло, потому что, во-первых, я знала, да, что я хочу. Кстати, это было так удивительно, что я там в каких-то фишках, то есть я уже с того момента перестала смотреть, с момента покупки айфона, на который сама зарабатывала, я перестала смотреть вилсакома и обзоры всякие на технику. И я вообще нихуя не понимала. И бабушка, я о каких-то фишках вообще узнала через месяц использования, я не знала, я думала, это о других моделях. И, ну, это забавно, когда, ну, то есть тебе дарят, и ты даже не понимаешь, да, всех фишек, которые есть. И почему это произошло? Потому что я подумала, ну, да, могу купить, могу купить, ну, похуй, потом подумала, не буду сейчас. И не зациклена была, и подумала, да, блин, у меня работающий телефон, чё бы, чё бы нет. Шикарный телефон у меня работает, всё, чё ещё нужно для счастья. И всё. И мне подарили. Я хочу сейчас провернуть эту схему во второй раз. Но вот эта зацикленность, да, о том, что мне нужно, мне нужно то, как. Я понимаю, что она мешает на получение желаемого. И я вот решила в видео почтиться и напомнить самой себе о том, как важно не спешить. Неважно, с чем это. Важно не спешить и плавненько действовать шаг за шагом, степ-бай-степ. Всё. Мы так выучиваем танец потихоньку, каждое движение так и жизнью. Потому что на поддержание той или иной дорогой вещи, да, например, например, мы говорим про машину или про квартиру, нужно определённый, во-первых, энергетический ресурс. А во-вторых, потому что всё как бы из энергии, да, если говорить буквально, то нужен ещё денежный ресурс. Потому что машина может ломаться, там какие-то там проверки, штрафы, налог, оплата парковки, оплата, я не знаю, резина зимняя, да, квартиры, это коммунальные платежи, это налог на имущество и так далее, и так далее. И вы можете, кстати, проверить, готовы ли вы к вещам или не готовы. Как это сделать? Представьте, что у вас есть. Как вам? Представьте, что у вас есть сейчас квартира на рыбате двухкомнатная. Что вы сами придумываете? И как вам от того, что у вас квартира на рыбате? Если вас это пугает, вы точно пока не готовы и вообще как бы хотите, ну как бы это или вам не нужно это. А если вам хорошо от этой мысли, это потрясающе, она скоро у вас будет. То же самое насчёт машины, да. Вот у вас, например, нет машины, никогда не было. Как вам от того, что у вас машина? Как вам? Ну, вы должны быть честными перед самим собой. Вы себя точно не обманете. То есть вы можете мне сейчас соврать, сказать, Юля, да всё хорошо. Всё хорошо, ну как-то есть, есть. Или вы можете, если у вас есть машина, представьте там более, ну, более дорогую модель, да. Вы можете мне соврать, что всё прекрасно. Если бы было всё прекрасно, оно бы у вас было, понимаете. Как мне, например. Вот я представляю, что у меня сейчас машина. Мне тревожно. Мне тревожно. Я это прекрасно понимаю, потому что это штрафы, это ещё что-то, это определённая, да, энергетическая вместимость. У меня, откровенно говорю, нет вместимости на машину. Я это чудесно понимаю, и мне тревожно. То же самое, там, с разными моментами. Вы можете так прокручивать, как вам от того, что у вас там что-то есть. Что вы должны испытывать, да, в идеале? Вы должны испытывать состояние вам спокойно. Вам комфортно, спокойно. Какой пример? Примеры, посмотрите, не знаю, что у вас в холодильнике, например. Вот у вас там лежит огурец, я рассказываю, что в моём холодильнике лежат огурцы, у меня лежит курица, у меня лежит багет. Какое состояние я испытываю насчёт продуктов, которые у меня лежат в холодильнике? Абсолютно, как бы, ну, у меня нет на них чего-то, какого-то волнения. Просто лежат они и лежат, да. Такое состояние вы должны испытывать от владения чем-то. От владения машины, от владения дома, от владения последнего айфона, от владения чего хотите ещё. Это состояние нормальное. То есть у вас это не вызывает ничего. Для вас это так же нормально, как огурцы в холодильнике, да. Вы можете сравнить, представьте, что у вас там лежат дорогие продукты, что у вас там лежит чёрная икра, что у вас там лежит дорогие вина за, не знаю, 50 тысяч бутылка, за ещё что-то дорогое. Но вот прям сейчас, то есть у вас лежит это вот сейчас, не когда у вас будет уровень жизни другой, да, а это сейчас у вас будет открывать хозяйник, а там какие-то дорогие в сладости, ещё что-то, торт какие-то дорогие, невероятно дорогие за 16 тысяч. Как вам? Вам как? Ненормально, да? Ну, почему? Потому что для вас это некомфортно. И важно, чтобы вещи, которые вы хотели, они у вас вызывали состояние спокойствия. То есть вы уже должны быть к ним готовы настолько, что у вас это вызывает спокойствие. Какое у меня было ощущение, когда мне подарили айфон? Ну, ладно, во-первых, я была предупреждена сам пару дней до этого. Я тогда много испугалась, потому что я испугалась, какой же айфон мне подарит, потому что я хотела определённого цвета и так далее. Ну, точнее, не то, что не определённого цвета, но я боялась, что... Вот знаете, вот смотрите, эмоцию, которую я испытывала, я боялась, что мне подарят некрасивый айфон, не того цвета или какую-то дерьмовую модель. Представьте. А потом я говорю себе, Юля, блядь, тебе дарят айфон, забудь. Забудь о цвете, да. Ну, то есть, дарят айфон, всё, принимают. Когда мне подарили, у меня было состояние вообще абсолютно спокойное. Абсолютно спокойное. Для меня это не было чем-то таким. Естественно, у меня был невероятно приятный. Естественно, я поблагодарила. Но это у меня не вызывало шока. Хотя это первый айфон, который мне в жизни подарили. Но у меня это не вызывало абсолютно какого-то шока. И если вы думаете, что вы к чему-то готовы, вот, сделайте то, как я сказала. Да, представьте, что оно у вас уже есть. Или представьте, что оно у вас будет завтра. Вот, кстати, самое прекрасное представление. Особенно, если вы хотите, что вам там что-то подарили. Представьте, что вам завтра это подарят. Как вам? Готовы ли вы или нет? То есть, очень важно, понимая того, что вы хотите, да. Это очень правильно, что вы пишете, планируете. Там разные моменты, да, в своей жизни. Но важно очень их правильно расставлять по времени и не ставить слишком близко. Потому что, возможно, сейчас вы ещё не готовы. Возможно, через два месяца вам будет более комфортнее, чем сейчас. И представьте, вот любую... Возьмите из списка там ваших, да, целей, например, на неважно какой год. Сделать тот и сделать тот, тот. Вот завтра вам дают деньги. Вот завтра у вас есть деньги, это сумма на то-то. Сделаете вы это? Нет. Абсолютно нет. Потому что, если бы вы это хотели сделать, и вы были бы готовы к этому, у вас были бы уже деньги. У вас были бы уже возможности, вам бы уже это подарили. Да. Сейчас вы не готовы. И примите этот факт, и смиритесь, и начните находить то, что у вас не закрывает тетрадку того, что вы хотите. Начните находить то, что у вас есть, и наслаждаться тем, что у вас есть. Не где-то там вы будете счастливы, когда вы будете сидеть в джете, а будьте счастливы вообще, что у вас есть возможность летать на самолёте, хоть и экономом, возможность ходить. По земле у вас есть ноги, у вас есть руки. Есть. Вы чувствуете запахи, вы слышите, у вас есть уши, да, вы видите, даже если вы плохо видите, вы видите, некоторые люди не видят. Подставьте. И сфокусируйтесь на том, что у вас есть. Вы не перестаёте хотеть, и вы не перестаёте взаимодействовать с этим. Но вы должны выйти в такое состояние, когда для вас то, что вы хотите, будет нормой вещей. Неважно, что бы это ни было. Мы говорим про джет, мы говорим про майбах, такси, всегда на нём ездить. Мы говорим про квартиру, какую хотите, выбирайте. Мы говорим про дом Монако, мы говорим про ламборгини. Что вы хотите, выбирайте. И вы, для вас это должно быть спокойно, хорошо. Это не должно быть, у вас вызывать мандраж. Потому что, если это вызывает мандраж, вы к этому не готовы. И у вас этого пока нет. То есть, я понимаю, что моей машины, например, у ламборгини первой не будет. И я это чудесно понимаю. У меня там, перед ней, ещё несколько машин будет. Потому что, ну, она стоит прилично, и нужна под неё определённая ёмкость. Но я, ну, с неё, типа, не забиваю, да. Я не говорю, нет, мне нахуй это не надо. Естественно, нет. Я понимаю, что это будет. Это будет потом. Это будет позже. Сейчас откровенно. Это не нужно. И я к этому не готова. И вот очень важно быть в контакте с собой и честно себе говорить о том, что да, я там пока не готова к этому. А я пока не готова к этому. То есть, признаваться. Потому что, если вы будете как дура или дурак лететь к этому, да, и, грубо говоря, собирать последние копейки на, не знаю, на бизнес-класс, когда у вас нечего есть, это ничем хорошим не закончится. Действительно, важно повышать плавненько уровень комфорта в мелочах, в каких-то еще моментах, либо иногда, да, то есть, например, вы ходите по ресторанам и выходите в обычные рестораны, но вы, допустим, каждый там, например, раз в месяц выходите в супер дорогой ресторан, да, то есть вы уже повышаете уровень нормы, действительно важно взаимодействовать с этим, то есть от того, что вы там сидите где-то в провинции, мечтаете о дорогой жизни с капиталом в несколько сотен миллионов рублей, да, и вы сидите, и, ну, у вас вообще нет никакого капитала, и, естественно, и у вас зарплата 30 тысяч, и вы ничего для этого не делаете, естественно, у вас никогда не будет капитала в несколько сотен миллионов рублей, долларов, как хотите, евро, франков, что нужно делать? Нужно уже повышать уровень своей нормы, где можете, я вам не говорю сейчас, все, езжайте, снимайте квартиру, москва-сити, нет, конечно, но вы ни финансово не потянете, ни, у вас нет емкости, а из-за того, что у вас нет емкости, у вас нет финансов на это, плавно, просто делайте шаги, плавно идите, к этому у вас все будет, и снижайте важность того, чего вы получите, то есть снижайте важность, для вас квартира в москва-сити, не знаю, почему я приебалась к этому москва-сити, мне не нравится, честно говоря, москва-сити, будем, давайте, говорить про, не знаю, у вас квартира в... господи, где там... короче, я рядом с европейским, или Арбат, короче, у вас квартира на Арбате должна ассоциироваться, допустим, у вас есть квартира, да, но она у вас где-то в каком-то городе в России, а у вас квартира на Арбате должна быть, ассоциироваться просто с квартир, просто с жильём, в каком-то вообще городе за Дрыпинские в России, да, за 2 миллиона рублей, да, но вот квартира на Арбате стоит не 2 миллиона рублей, но для вас это так же нормально и так же естественно, да, то есть то, что вы каждый день ходите в определённый магазин, да, и покупаете себе определённые продукты, и для вас это нормально, у вас не вызывает это шока, и вы должны дойти до такой степени спокойствия, что, и принятия, что у вас также спокойно вызывает поход, например, в магазин Азбука Вкус, ну, или какие-нибудь такие магазины, да, премиального сектора, и вот у вас вообще не вызывает эмоции, вы даже не смотрите на ценник, понимаете, а там разница, ну, большая, и да, и вы должны снижать важность того, что вы получите, то есть для вас не должна быть важной ценность квартиры на Арбате или ещё, то есть для вас это просто нормально, если для вас оно нормально и необходимо, то оно у вас будет, то есть то же самое, вот как для вас нормально вода в ванной, да, ну, всё, и оно у вас есть, то же самое с квартирой, то есть у вас нет, знаете, если я вот куплю вот эту машину, вот эту машину, у меня поменяется всё, если я куплю эту квартиру, всё, у меня вся жизнь будет, вот вы, когда ставите всё на одно желание, да даже на айфон, я когда ставлю на айфон, я понимаю, что, ну, у меня пока старый айфон просто, я понимаю, что, ну, это же миф, ну, вот будет у меня там другой айфон, стану ли я счастливее? Ну, нет, типа, какой был, какой есть, да, он там не тупит, да, ещё что-то, да, какие-то моменты лучше работают, и вообще он классный, прикольный и новый, да, но кардинально что-то поменяется, нет, и вот важно идти из этого, из того, что у вас сейчас всё классно, из того, вы смотрите из этой позиции, что вы бы хотели, но у вас сейчас классно, и вы развиваетесь в своём, и тогда для вас будет естественно, что у вас там есть то-то и то-то, и для вас это не будет чем-то, всё, у меня перевернётся жизнь от того, что она же не перевернётся, на самом деле, нет, а вот когда вы ставите на кону, да, вот это, или никак, без этого я не буду счастлива, на самом деле, это полный бред, да хоть, блять, с пятым айфон, и вот этот интересный момент, типа, не спешите и ходите до последнего с тем, что у вас есть, чтобы у вас настолько естественно приходила эта возможность, да, для, например, покупки нового телефона, что у вас вообще не стояло вопроса, и вам плохо абсолютно, какой у вас он, вы пользуетесь, у вас есть телефон, пока у вас нет возможности купить, вам похуй, потом, понимаете, у вас есть на карте там 150 тысяч, там, или 160, и вот такие, мой, пойду куплю айфон, чтобы это не было, знаете, целью такой, блять, на всю жизнь, а что это было, очень естественно, то же самое, как вы в магазин приходите за овощами, вот здесь так же, то есть, у меня хватает, слушай, сейчас пойду, обновлю, да, а не когда вы ставите это на кону смерти или жизни, вот сейчас я куплю, у меня все поменяется, нет, вот, если вы думаете, что у вас что-то поменяется, ничего у вас не поменяется, ничего, у вас, я, знаете, больше вам скажу, у вас даже айфон украсть могут, и что вам хуже станет, если у вас украдут телефон, если у вас украдут айфон, если станет, то хуёво, если, ну, из-за какой-то, да, из-за какой-то железки плакать, да, и расстраивается, вещи, они могут сломаться, с ними может что-то случиться, они их могут забыть, потерять, поэтому ставить на кону какой-то вещи, неважно, какой-то, неважно, сколько она стоит, тысяч, миллионов, долларов, абсолютно неважно, это всё неправильно, вещи, они дают нам состояние, они, потому что, да, создатель вкладывал определённое состояние у них, во-первых, потому что, да, соответственно, стоят они прилично, и ещё вопрос, да, что мы ощущаем, да, в каждой, можно сесть в Жигуле, а можно сесть в Роуз-Ройс, как вам разница? Ну, прекрасно, ну, вот, в Жигуле, ну, чудесно, есть машина, да, понятно, то есть, правильно понимать, что вы бы не хотели, да, ездить на Жигуле, на Жигулях, и, как бы, можете не ездить в них, если бы женщины, вот, но, ну, нет, ничего плохого, кстати, если вы, как бы, будете очень плохо отзываться о, там, низком уровне жизни, да, в котором вы жили сами когда-то, это будет намеком в мир, чтобы у вас, чтобы у вас он оказался еще раз, да, потому что куда у нас внимание, то мы делаем, да, если мы там, в людях нам что-то не нравится, это причина посмотреть нам в саму себя, и, если, опять же таки, у вас дикое какое-то отношение к определенному образу жизни, да, уровню жизни, давайте так говорить, и у вас отрицание, то вы, вы можете взлететь, но вы упадете, и можете упасть гораздо ниже, чем вы были до этого, поэтому не рекомендую, поэтому ценим то, что у нас есть, понимаем, что вещи, они нужны для чувствования, для чувств, для создания чувств, и первостепенно мы, и мы вокруг себя создаем вещи, они нужны, я не говорю про то, что вы должны там уйти в лес и жить без защищения, это вещи нужны, и дорогие вещи нужны, и сумки нужны, и сумки бирки нужны, и так далее, и так далее, и Rolls-Royce нужны, всё это нужно, просто важно идти туда в комфорте, без спешки, потому что такой мир не любит спешку, вы когда-нибудь видели мужчину богатого, который куда-то опаздывает, нет, нет, они не спешат, понаблюдайте, они не спешат, разве, разве только не к своей женщине, которая его побьет, из-за того, что он опоздал, короче, да, убираем фокус с каких-то вещей, для нас они должны быть нормальные, естественные, и не вызывать вот шок, знаете, такое шоковое состояние, далее, там, вы молодцы, вы супер, что у вас там появилась возможность, это супер, ни в коем случае не обесценка, но для вас должно быть также естественно, я не знаю, у вас есть туалет, да, вы не в Африке живете, у вас есть вода из-под крана, все, то же самое и Rolls Royce, и так далее, и так далее, поэтому, что мы делаем, мы снижаем важность финального продукта, мы понимаем, что все, любые продукты, любые вещи, они нужны для нашего ощущения и чувствования, по факту, мы ничем не владеем, потому что оно может забрасываться, украсться и так далее, вот, и мы снижаем важность, мы не спешим, мы благодарим за то, что у нас уже есть, я не говорю писать не благодарности, либо не снять перед едой благодарить, нет, но вот это чувство, да, когда вы пользуетесь чем-то, то есть, если вы до этого могли ненавидеть, там, не знаю, вашу квартиру или еще что-то, а вы посмотрите на это по-другому, поблагодарите за то, что у вас вообще есть где жить, и ищите в хорошее, когда вы ищете хорошее, оно приумножается, когда вы ищете плохое, оно тоже приумножается, ваш фокус в ваших руках и в ваших мыслях, и вы снижаете важность, и вы начинаете ценить то, что у вас есть, и вы определяете, что вы хотите, да, в дальнейшем, и спокойненько идете, шаг за шагом делаете, что для этого нужно, вы не спешите, вы не ставите себе в сто раз увеличить капитал и так далее, не нужно, вы просто, ну, вы можете опуститься еще ниже уровня жизни, который у вас есть, еще ниже, или по здоровью ниже, либо по вашему ментальному состоянию ниже, вам это надо? Нет, я думаю, вам это не надо, поэтому плавненько за ручку, как мама школу у нас вела, за ручку плавненько идем, и оно у нас будет, там никак, никак по-другому быть не может, никак, если вы снижаете важность, вам это уже не важно, вы наслаждаетесь, вы в процессе вашей игры, и вы развиваетесь, вам не важно, понимаете, а оно будет, оно может не быть, почему? Да потому что мы, когда учимся ходить, по-моему, мы все сейчас взрослые люди, у вас, по крайней мере, да, есть телефон, доступ к интернету, и вы научились ходить, вы скажете, Юля, это глупо, это не глупо, вы научились ходить, и вы также можете делать все, что угодно, все, что угодно, создать себе все, что угодно, абсолютно, это не может быть несбываемым, там, немыслимым, нет, вы, блядь, ходить научились, а может быть, это было немыслимым, что вы делали, вы тогда не удумали, вы в год там не думали, понимаете, да просто губы смазать бальзам, короче, вы в год не думали, секрет в том, что вы делали, вы делали, вообще у вас там не было, наверное, ну не знаю, что там было, не было, но вы не задумывались, потому что тогда думалка не работала, наверное, и все, секрет в чем, в том, что вы делали каждый раз, пробовали попытки и делали, не бывает ничего невозможного, абсолютно, даже то, что вам кажется, ну не, никак невозможно, возможно, возможно, как, почему, почему я так думаю, потому что вы, блядь, ходите, вы научились ходить, все, поэтому можете тоже записать себе или запомнить и вспоминать, если вам кажется, что что-то не так, нет, если вы делаете шаги на пути к этому, и вы, у вас не зациклен, да, вы не зациклены на результате, вы в процессе находитесь и у вас не может не быть Роллс-Ройса или не может не быть там еще чего-то, люди, у которых нет Роллс-Ройса, они либо не готовы к нему, то есть, они либо, как мы с вами, да, в процессе идут к нему постепенно, либо им не нужен Роллс-Ройс, понимаете, вообще не всем нужен Роллс-Ройс, вообще не всем, вы можете сделать опрос, в метро идите и спрашивайте, хотели бы вы себе Роллс-Ройс, да нет, блядь, поэтому очень важно определять, да, что вы хотите, что нет, истинное ваше желание идти, и они не могут, блядь, не сбыться, вы, блядь, учитесь, и вы можете еще миллиард действий назвать, которые вы не умели, но вы уже умеете делать, вы умеете, блядь, еду готовить, вы умеете, не знаю, зарядку делать, вы умеете, хуй знает, что вы, если вы знаете английский, да, хоть что-то, три слова, хоть, вы можете даже не три слова знать, вы уже умеете это, представляете? А раньше вы не умели, а почему же, когда мы говорим речь о каких-то дорогих вещах, о дорогом уровне жизни, о высоком уровне жизни, о качественном уровне жизни, уров... все уже... короче, о высоком, комфортном уровне жизни, почему вы думаете, что это невозможно? Почему? вы, блядь, не ходите, что ли, вы ползаете до сих пор? Тогда невозможно. и вот эта инфантильность детская, да, когда надо все и сразу, иначе никак. Ну, все, забываем про нее, мы взрослые, и мы берем ответственность за себя, за свои действия, мы совершаем ошибки, но мы идем, и у нас есть дисциплина, и мы делаем шаги, и мы добиваемся своего, мы идем к своему, и мы не можем не добиться того, что мы хотим. Все.